Приветствую вас, давайте разбираться с тем, что вы написали. Значит, мне 19 лет, и проблема в том, что я не хочу взрослеть. Ну, вы знаете, первая мысль, которая у меня возникла, когда я прочитал ваше сообщение, да, я его уже один раз читал, я его читаю сейчас по второму разу, чтобы вы понимали. Вот, у меня возникла ощущение, что речь идет о неком проявлении инфантильности, вот как мне это показалось. Но, как я понял потом из вашего текста, что речь не совсем об этом. Как я понял из вашего текста, проблематика заключается скорее в том, что у вас определенная ностальгия именно по детским годам. То есть вам кажется, что в детстве было как-то вот лучше, да, было как-то, может быть, спокойнее, безоблачнее, менее, может быть, тревожно. Вот, это, кстати говоря, не лично истины, не буду, не буду как-то вас здесь обманывать, ну, по моему мнению, это неправильно. Это не лично истины, действительно, в детстве многие вещи, ну, в детстве многое кажется проще, в детстве многое кажется как-то вот так легче, и что самое главное, в детстве меньше ответственности. И, конечно, конечно, надо бы проводить некий, так называемый, сравнительный анализ, как это видится мне, для того, чтобы понять, что у вас инфантильность, или все-таки, например, ну, какой-то страх перед ответственностью и так далее. То есть здесь момент вот такой, он довольно тонкий, и мне кажется, что его довольно легко упустить. То есть очень легко нависит, нависит на вас ярлык, например, инфантильного человека, вот, ну, а потом ситуация может, ну, может складываться так, что в действительности вы не инфантильный, а просто не можете, например, поврошлить. Ну, в данном случае ситуация такова, что вам действительно в этом можно как-то вот помочь, по крайней мере, если вы этого хотите, хотите сами. Ну, а вы, как я понял, этого хотите. У меня сильная ностальгия по детству, по тому времени, когда я был маленький. Ну, здесь, собственно, вопрос у меня к вам будет такой. Ностальгия – это желание вернуться туда, где вы были. То есть ностальгия – это потребность оказаться в том месте, в том, например, времени, значит, когда вам было хорошо. Вот. Скажите, пожалуйста, значит, в чем заключается чувство вот этой вот вашей ностальгии, в чем оно выражается, я бы сказал. То есть что в детстве вашем было такого, что вас сейчас привлекает как-то, да, и заставляет, по сути, стремиться вот туда, в детстве. Старайтесь об этом подумать, это важный достаточно момент. Вот. Далее. Далее. Значит, ностальгия расшифровывается как желание ощутить определенные переживания, ощутить определенные эмоции, испытать определенные чувства. Значит, при определенных ситуациях. И нужно здесь постараться понять главное, что это иллюзия по своей сути, потому что нельзя войти в одну реку дважды, и вы хотите испытать это самое чувство, да, которое вы испытывали в детстве. Чувство может быть защищенности, чувство может быть в какой-то вот свободе, безответственности и так далее. Но вы его не можете испытать. Потому что это невозможно. И любая ваша попытка эти переживания вернуть, они окончатся, к сожалению, неудачей. Потому что вы этот опыт уже пережили. И вы не сможете пережить его заново. Вы не сможете этого сделать при всем желании. Как бы вы ни пытались. Поэтому здесь я рекомендую вам к этой мысли прийти и обдумать ее как следует эту мысль. Потому что она на самом деле важна. То есть пусть то, что у вас в детстве осталось, будет там. Пусть оно там и остается в детстве. И пусть остается светлым воспоминанием. Этим собственно детство и важно. А во взрослой жизни сейчас у вас уже есть или должны быть другие интересы, другие взгляды, другие ценности, другие желания. Не такие как в детстве. И если внешний мир вас пугает по какой-то причине, именно пугает внешний мир вас, то нужно подумать, чем он вас пугает и почему. Чтобы постараться, чтобы постараться не бояться, чтобы понять, что именно вас пугает. Если получится данный аспект понять, а при работе над собой обязательно получится, то я полагаю, у вас наступит облегчение своего рода. Далее. Также у меня бывает плохое настроение и вообще ничего не хочется делать, хотя в жизни у меня все хорошо. Ну, причины плохого настроения, конечно, могут быть самыми разными и здесь опять же нужен анализ того, почему у вас плохое настроение вообще бывает. Чем оно продиктовано? Чем оно продиктовано? Какие негативные установки заставляют вас испытывать плохое настроение? Это все нужно разбирать. Одно я могу сказать точно, что плохое настроение не бывает само по себе, у него всегда есть причины. Причины эти кроются, как правило, в негативных установках, которые у вас есть. Это называется депрессивным состоянием. И в таких случаях человек, как правило, может выразиться примерно так. А я хочу, например, перестать этот день. То есть я хочу, чтобы день закончился. Например, говорит такой человек, он не знает, чем занять себя в этот день. Он не знает, как ему, например, себя вести. Он не знает. И из-за этого у человека может быть плохое настроение. Он не знает, куда себя одевать и чем заняться, куда направить свою энергию. Но это лишь одна из возможных причин. А так именно плохое настроение, то, что вы чувствуете, нужно анализировать. А вам я пока бы рекомендовал именно рефлексию. Я бы вам рекомендовал рефлексию как способ, именно способ понять то же, что вас беспокоит. То есть именно способ, как способ определить причины вашего плохого настроения. Потому что пока вы говорите, что это у вас просто плохое настроение. Ну, так не бывает. Так не бывает. Далее. Значит, хоть в жизни у меня все хорошо, у меня есть родители, друзья. Значит, я благодарен для того, что я здоров. Ну, вы знаете, здесь мне лично показалось, что у вас имеет место быть чувство вины. Такое вот чувство вины за то, что вы как бы вот не оправдываете ожидания своих, может быть, родных, может быть, близких, что вот у вас вроде как все хорошо, а вы вот такой плохой. Грустите, переживаете и так далее. То есть семья благополучная. Авторитет у родителей ваших, судя по всему, есть, и из-за этого авторитета вы как раз, вот возможно, чувствуете себя обязанным. И это вообще-то, да, очень серьезная проблема. Потому что в этом случае вам будет тяжело по жизни. Здесь вам нужно либо менять что-то непосредственно в своей жизни, непосредственно что-то менять в своей сфере и, может быть, сепарироваться для начала от родителей как раз, может быть, вот. Но вот то, что вы чувствуете вину, это более чем вероятно. Далее, значит, да, то есть понимаете, не нужно благодарить людей за то, что вот, ну, а вот и вы здоровы. И не нужно благодарить родителей за то, что они есть, хотя это, безусловно, ценность. Это ценность. Но это не та ценность, которую можно возводить в ранг. То есть это как бы то, чего вы достойны изначально, просто вот, к силу факта своего рождения. Мне хотелось бы, чтобы вы постарались это понять. Далее, значит, раньше такого не было, я всегда улыбался. В жизни, да нет, все было плохо. Так, вы, когда-то был период, когда у вас все было иначе. А что случилось с вами потом? Почему внезапно все стало плохо? Чем это обусловлено? Когда это у вас началось? И в 18 лет вы пришли к психологу, чья это была идея? Вот, к какому психологу вы пришли? К детскому, взрослому, психоаналитику? К кому вы пришли? Вот, это тоже очень важный момент. Далее, давайте посмотрим далее. Вы говорите, значит, она сказала мне, что это переходный возраст. У меня так начался, и что делать, ничего не нужно. Так, ну, не знаю, что у вас был связан с психологом, но переходный возраст, он, как правило, в 18 лет заканчивается, а не начинается. Вообще так говоря. И заключение коллеги довольно-таки странно выглядит здесь, на мой взгляд. Вот, поэтому, безусловно, не знаю, что она вам сказала, безусловно, не знаю, что она увидела, но то, что она не совсем права, это, я полагаю. Полагаю, нужно констатировать, что в 18 лет переходный возраст заканчивается еще раз, а не начинается. И момент здесь такой даже, что переходный возраст начинается в 11 лет. Он начинается ввиду полового созревания человека. Переходный возраст. Если у вас вот полового созревания ввиду гормонов, например, было затормозено, ну, это момент отдельный. И с этим нужно отдельно и разбираться. Но это вопрос не к психологам уже, а скорее к врачам, к медикам. Я здесь, с своей стороны, могу сказать только то, что возраст переходный. В 18 лет заканчивается, но не начинается точно так. Либо вы что-то не поняли, либо она что-то не поняла тоже. Далее. Вы пишите, что, значит, в 18 лет я приходил к психологу. Зачем? Если у вас все было хорошо. Значит, далее. Сделать ничего не нужно, нужно отдаваться ребенком. Ну, это правильно. Только учиться брать ответственность на себя. Правильное тоже, правильное высказывание. Не знаю, может быть, я был не готов становиться взрослым, но и маленьким уже не станешь. Вот я и стал где-то в конце своего детства. И началом взрослой жизни. Вы пишите в конце своего детства. И начало, наверное, вы хотели сказать, между концом взрослого детства и начало взрослой жизни. И не понимаете, что делать дальше. Скажите, пожалуйста, а вот, собственно, брать ответственность вам, вот так, как сказала моя коллега. Брать ответственность на себя за, ну, как она сказала, за свою жизнь, там, и так далее. Вот брать ответственность вам мешает что-то? Вы не хотите брать ответственность на себя или что? Вот, на мой взгляд, как бы все упирается в это. То есть вы говорите о том, что, не знаю, стал ли я взрослым. Вы говорите о том, что я застрял между определенными этапами своего взросления и так далее. Окей. Все это может быть так. Действительно. Но. А как быть с взрослением? Как быть с ответственностью с тем самым, о чем вам, по сути, говорила моя коллега? Вот как вы это, значит, ну, воспринимаете, как вы это для себя, как вы этот вопрос для себя решаете? Вот, на мой взгляд, это очень важно, чтобы вы сказали. Вы боитесь ответственности за себя? Что вы сейчас делаете для того, чтобы, ну, например, быть взрослым? Вот вы говорите, я не знаю, что делать дальше. Скажите, а вы опять же, вы думаете, что другие люди знают, что делать дальше? На самом деле, мало кто об этом задумывается, о том, что делать дальше. Как правило, людьми просто руководят их интересы, их желания, их ценности, их стремления, если угодно. А какие у вас желания, какие у вас ценности, какие у вас стремления? И как вы себя реализуете? И реализуете ли вообще? Если да, то как, если нет, то почему? То есть, понимаете, в жизни необходимо именно реализовываться, в жизни необходимо действовать так, как сам диктует ваши ценности, как вы сейчас сами для себя, например, считаете там важным, считаете там правильным и так далее. Вот это, в принципе, и является тем, что вам нужно делать. Это, в принципе, и является тем, что важно, что нужно, что правильно, что ценно. Это то, что вам необходимо, это то, чем вам необходимо заниматься в жизни. А вы говорите о том, что не знаете, что вам делать. Ну, это вот немножко тоже позиция странно. Я бы сказал так, что у вас, скорее всего, очень близкие отношения с родными. И я бы сказал вам, что отношения с родными у вас близкие даже чересчур. И отсюда есть у вас определенные проблемы. Ну, как это видится мне. Вот, собственно говоря, начните для начала с сепарирования от своих родных. Начните с стремлением обеспечивать себя самым необходимым. Начните с стремления, значит, не зависеть, по крайней мере, финансово от них, от родителей своих опять же. Ну, как минимум, это уже неплохой старт вам будет в жизни. А дальше, я полагаю, все решится само собой постепенно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, буду рад помочь. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!